В этот день, 10 сентября 1693 года, государем Петром I был заложен один из первых кораблей, 24-пушечный Святой Павел. 10 сентября 1855 года французские и британские войска вступили в Севастополь. Это был финал многомесячной осады города-героя в Крымскую войну. 10 сентября 1940 года было утверждено положение о паспортах. Оно вводило паспортную систему в только что присоединенной Молдавии. 10 сентября 2006 года патриарх Алексей II осветил Храм Христа Спасителя в Калининграде. В этот день, 10 сентября, родились Владимир Арсеньев, путешественник, географ, исследователь Дальнего Востока, автор повести Дерсу Узала. Генерал Александр Кутайсов, герой Отечественной войны 1812 года, погибший в Бородинском сражении. Бородинское сражение, пожалуй, главная ничья в мировой истории великих сражений. И французы, и русские приписывают себе, если не победу, то преимущество в битве. Сам Михаил Илларионович Кутузов же считал, что для убедительной победы ему не хватило всего одного офицера, погибшего посреди сражения, 28-летнего командующего артиллерией Александра Кутайсова. Род Кутайсовых не был особенно знатным. Отец героя Бородинского сражения был простым грузинским мальчиком, которого генерал Репнин отбил из турецкого плена. Мальчика назвали Иван, а фамилию он получил в честь города Кутаиси. По одной из версий, он там и родился. Иван выучился на парикмахера и стал коммердинером при наследнике престола Павли. Именно близность к будущему императору и позволила выдвинуться роду Кутайсовых. Александр Иванович Кутайсов уже в 10 лет стал унтер-офицером гвардии, в 12 капитаном армии, в 15 Кутайсов сын был уже полковником гвардии. Все это не служив ни минуты. Но молодой офицер вскоре начал оправдывать авансы. Александр был хорош в искусствах, писал стихи и талантливо рисовал, пел. А его военной карьере дали шанс долгие кровавые наполеоновские войны. В 1807 году Кутайсов совершил один из самых заметных своих подвигов. В сражении под Прейсиш-Эла он командовал артиллерией правого фланга. Но как раз на его фланге французы вяло вели огонь. Кутайсов объехал позиции и увидел, что Наполеон перебрасывает ударную группу для нажима на левый фланг. Молодой офицер своевольничал. Взяв три своих роты, он без приказа отправился с ними на другой фланг и успел как раз вовремя. Французы уже прорывались, но мощный огонь из пушек их остановил. Благодаря маневру у Кутайсова под Прейсиш-Эйлау случился не разгром русской армии, а ничья. «Ваш сын делает честь русской армии, и армия его любит», — сказал после этого император Александр Кутайсову отцу. С собственными поступками молодой офицер раз за разом завоевывал себе любовь солдат. Между воинами с Наполеоном он успел отучиться в Европе, чувствовал недостаток образования. Сначала в Вене изучил турецкие и арабские языки, они пригодились бы для войн на Востоке. А потом в Париже изучал артиллерию и фортификацию самых лучших знатоков военного дела. В Отечественной войне 1812 года Кутайсов командовал артиллерией в армии Барклайда Толли. Его отряда умело прикрывали отступление русской армии, а сам Александр Иванович всегда был в гуще дела. Перед Бородинской битвой Кутузов лично попросил Кутайсова не лезть в самое пекло. Молодой генерал координировал действия всех артиллерийских батарей. Перед боем по артиллерийским расчетам разослали приказ Кутайсова. «Артиллерия должна жертвовать собою. Пусть возьмут вас с орудиями, но последний картечный выстрел выпустите в упор, и батарея, которая таким образом будет взята, нанесет неприятелю вред, вполне искупающий потерю орудий». В решающий момент боя генерал Кутайсов и вместе со знаменитым другим генералом Ермоловым поскакал отвоевывать Багартионовы флеши и батарею Раевского. Там он и погиб. Тело молодого генерала даже не нашли. Только кровавольную лошадь, ордена и саблю. Кутузов после Бородина говорил, что после гибели Кутайсова у него совсем разладилось с поставкой снарядов на батареи. Возможно, этого и не хватило для победы над Наполеоном на подступах к Москве. Портрет Александра Кутайсова кисти Джорджа Доу украшает военную галерею Зимнего дворца. Среди портретов прочих героев той войны.